Это программа по существу. У нас сегодня в гостях популярный детский и семейный психолог, арт-терапевт, блогер, автор бестселлеров «Ленивая мама» Анна Быкова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете в Екатеринбурге, у вас два сына с разницей в 6 лет. По первому образованию вы педагог математики и информатики. Как вы пришли к психологии? Что стало катализатором? Психология меня интересовала всегда, но все-таки изначально математика пересилила. Затем я как-то стала замечать во время преподавания в колледже информационных технологий и других сопутствующих дисциплин, что как-то вот детская психология меня привлекает больше, чем гибкие автоматизированные процессы производства. То есть литературу по своей специальности я читала с меньшим удовольствием, чем какие-то методические пособия по раннему развитию. И так постепенно я все-таки ушла. То есть во время второго декрета, я думаю, что это время можно очень эффективно использовать, я пошла получать второе образование психологическое. А к ленивой маме пришли сразу? И как вообще лежал этот путь? Вообще кто такая ленивая мама? Ленивая мама – это та мама, которая не делает лишнего. Она не делает за ребенка то, с чем он может справиться сам, тем самым оставляя пространство для развития его самостоятельности. Идея эта изначально родилась из шутки. На одном из форумов стали обсуждать, почему же современное поколение такое инфантильное. И было приведено много примеров. Вот мы в их годы, а вот они. И тогда я сказала, что если бы мамы были чуть более ленивы и не делали все за детей, то и дети были бы не такими инфантильными. Они бы тоже справились, они бы освоили эти навыки, но у них просто не было для этого возможности, потому что все за них делали взрослые. А вам самой всегда удается быть ленивой мамой? Той самой? Конечно же, не всегда. Иногда так понимаешь, что ага, вот здесь. Ну, как-то противоречу сама, своей теории. Мы мешаем становлению самостоятельности, когда мы очень торопимся, когда нужно что-то сделать побыстрее, а ребенок с этим будет справляться гораздо медленнее. Мы мешаем детской самостоятельности, когда хотим идеального результата, а если это будет делать ребенок, то будет не так, как хотелось бы взрослому. Поэтому да, иногда я замечаю, что вот здесь как-то я сама себе противоречен, но, к счастью, у таких примеров меньше. То есть вы всегда понимаете, что есть над чем поработать? Ну, я думаю, да, есть такое стремление к перфекционизму. Это я тоже в себе наблюдаю, отслеживаю и стараюсь себя затормозить. Листая ваш блог, я еще столкнулась с таким выражением «мамский лагерь». Что это такое? У меня есть семейный лагерь, это то, куда приезжают семьи отдыхать вместе с детьми, так, чтобы одновременно программа была интересна и взрослым, и их детям. А затем возникла идея создания «мамского лагеря». То есть это мероприятие, куда приедут только мамы, для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и наполниться ресурсами, так, чтобы с новыми силами снова вернуться в свою семью отдохнувшими, В этом же блоге вашем я встретила еще одну фразу «кайф, драйв и деньги». Здесь что, как это относится к мамскому лагерю? Это была тема, то есть каждый лагерь имеет еще определенную тему. И тема, она обычно идет от запроса участниц. Есть постоянные участницы, которые регулярно со мной на подобных мероприятиях. Я спрашиваю, девочки, чего вы хотите в этот раз? Это было с пожеланием. Хотим так, чтобы кайф, драйв, деньги, чтобы была энергия, чтобы были желания. Поэтому родилась такая тема. Ну и, соответственно, разные упражнения, практики психологические были направлены на то, чтобы посмотреть, может быть, что мешает. Может быть, есть какие-то убеждения, которые препятствуют приходу кайфа, драйва и денег к жизни мамы. А вот после проведения таких мамских лагерей, вы потом встречаетесь через некоторое время с этими людьми, которые там были? Обсуждаете результаты работы над собой в лагере? Обсуждение не прекращается, потому что остается группа, остается чат, где девочки, даже разъехавшись в разные города нашей страны, тем не менее продолжают общение, пишут. Это вы знаете, вот сейчас вот у меня вот так. То есть они делятся своими результатами, делятся теми изменениями в жизни, которые произошли у них. Ну, например, мама очень боялась оставить ребенка с бабушкой, было много тревоги. А после лагерей говорит, я оставила, я рискнула, и мне легко. Я оставила с легким сердцем и спокойно за ребенком. А мужчины часто к вам обращаются с вопросами, с какими-то просьбами разъяснить, не знаю, разрешить какую-то ситуацию? Значительно реже, чем женщины, но тем не менее бывает. Вот как раз ситуация, когда мы не знаем, как воспитывать ребенка, у нас есть разногласия, давайте мы с вами вместе встретимся и обсудим эти вопросы. А как вам кажется, почему мужчины обращаются реже? Потому что у них другой взгляд на проблему? Или им сложно кому-то обратиться с просьбой? Кажется, у мужчин более ригидный. То есть это раньше ни у мужчин, ни у женщин не было такого практики, чтобы они обращались за помощью к психологу. У нас это только становится вариантом нормы. Ну и женщины, они более активны, более готовы к переменам. Мужчины консервативны. Мужчины продолжают считать, что вот с другом на кухне поговорить, и это будет то же самое, что сходил бы и поговорил с психологом. Возвращаясь к воспитанию детей, у меня, наверное, как у многих наших телезрителей, вопрос совершенно банальный, но очень важный. Как совместить работу родителям и воспитание детей, чтобы в семье все были счастливы? Важно соблюдать баланс. Не уходить только в работу и не уходить только в воспитание, когда остается в карьере полная нереализованность. Вообще, конечно, можно вообще без работы, если финансовая ситуация в семье позволяет. Но я бы не смогла, если бы я была свободна от необходимости зарабатывать деньги, я бы все равно работала, потому что мне важно, мне важно реализовываться. Но у меня есть некая нижняя граница нормы. То есть это сколько я все-таки должна общаться с детьми. То есть когда уже достаточно работать. То есть когда они говорят, а давайте вы после Казани приедете еще в Самару, а еще куда-нибудь, я говорю, нет, не надо домой, а то когда я приеду, мои дети будут уже бородатые. У меня больше одной недели в месяц в командировках. Я сейчас принципиально не работаю по выходным. То есть я не беру консультации в выходные и в день. У меня тоже есть строгое ограничение по количеству консультаций. Потому что несмотря на то, что я часто работаю из дома, но если это консультация по скайпу, то я не могу выйти и общаться со своими детьми. И вроде бы мама дома, но в то же время ее дома нет. Она на работе, и с ней нельзя поговорить. Поэтому у меня строгое ограничение по количеству консультаций в день, чтобы еще успевать все-таки общаться с детьми. Мы очень любим играть в настольные игры. У нас дома большая коллекция настольных игр. Друзья разделяют наше увлечение. И примерно раз в месяц мы собираемся в большой-большой компании и играем в игру человек на 12. Такие семейные выходные с друзьями, большой дом, приглашенные, гости. Угощения какие-то, да, теплая такая сфера. Дети заранее обсуждают, а что мы в этот раз закажем роллы и пиццу на всех. Хотя они уже у вас достаточно взрослые, да? 10 и 16. Но сейчас есть прекрасные игры для взрослых. Мы, например, обожаем мафию и все ее варианты. А коротко по пунктам как-то можно сказать, вот что должны делать родители, чтобы они вроде и ленивыми были и успевали делать все? Есть какие-то рекомендации такие, обобщающие это все? Во-первых, конечно, это баланс. Баланс это не значит успевать все по максимуму, это нереально. Из реальности это выстраивать приоритеты и вовремя эти приоритеты переключать. То есть сегодня в приоритете работа, значит завтра в приоритете будут дети, и послезавтра в приоритете муж. Иначе, если всегда будет в приоритете что-то одно, то другие сферы просядут. Спасибо, Анна, с вами очень интересно. Надеюсь, вы еще приедете в Чебоксары. Спасибо вам, всего доброго. Вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»